Сегодня у нас Екатерина Евгеньевна, и тем, как вы видели, статья 177, я объясню выбор. У нас Екатерина Евгеньевна специалист, а я специалист по недвижимости. Мы скрестили этих двух специалистов. Получилось спаривание сделок с недвижимостью, по медицинским основаниям, лицами, неспособными понимать значение своих действий и руководить ими. Это, в общем-то, медицинские должны быть критерии для этого. В общем, будет и полезно, и вкусно. Я, видимо, у нас все много. А, и еще просьба. У нас идет отдельная запись. Давайте реплики, вопросы после окончания доклада оставим, чтобы у нас все качественно. На это поцелу не звучало, и мы этим делом посмотрели. Екатерина Евгеньевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Марк Смитрович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас сегодня первая лекция в рамках практики недвижимой земля строительства, действительно, в сфере, которая связана так или иначе с недвижимой. А именно, признание недвижимой сделки с недвижимостью совершено лицом, который не способен понимать значение своих действий или руководить ими. Правовое основание для признания сделки недействительной – это статья 177 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит, что сделка, совершенная в дееспособном граждане, но, тем не менее, в находящемся состоянии, когда он не способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана недействительной в судебном порядке. При этом у нас выделяются отдельно два варианта, когда у нас гражданин в момент совершения сделки был дееспособным, но впоследствии был признан недееспособным, либо ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства. Соответственно, при дальнейшей недееспособности у нас такая сделка, совершенная до этого периода, тоже может быть признана недействительной, если, естественно, докажут, что в момент совершения этой сделки первоначальный собственник, да, лицо, которое произвело отчуждение своего недвижимого имущества, также не был в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими. Отличие при этом части ограничений дееспособности – это тогда, что еще дополнительно у нас истец должен доказать, что приобретатель имущество знал или должен был знать об этом. Сразу хочу пояснить, что вроде бы это очень сложно доказать, что приобретатель знал или должен был знать, и такое по логике в судебной практике быть практически не должно. Но, тем не менее, я находила немало решений, когда, собственно, этот вопрос особенно и не доказывался, но, тем не менее, суды вставали на сторону исток, и считали, что, соответственно, приобретатель знал или должен был знать, и такие исты удовлетворяли. То есть не надо думать, что гипотетически только существует эта норма, а практического воплощения она не имеет. Соответственно, у нас судебная практика также установила, что основание недействительности такой сделки связано с пороком воли, и это у нас в дальнейшем перейдет к тому, что каким образом мы данную сделку, если у нас уже преимущество перешло к добросовестному приобретателю, так, какие будут последствия, вот этот самый критерий порока воли, он у нас, к явлению, сыграет недобрую роль. И, соответственно, напрямую указывает, что важным обстоятельством является установление психического состояния лица и в момент вытечения сделки, что уже прямо нас подталкивает к тому, что такое психическое состояние мы должны установить. Последствия признания такой сделки действительно стандартная двусторонняя реституция. Детали тоже потом расскажу. Понятно, что при двусторонней реституции у нас недвижимое имущество должно быть возвращено в натуре, полученные денежные средства тоже должны быть возвращены, но такое бывает не всегда. При невозможности выбрать неполученное в натуре, ну, словно говоря, какой-нибудь домик купили, он сгорел, то тогда разместить его стоимость. Эта сделка является воспаримой, а не ничтожной, и это влияет на психовую даму. Поскольку мы затронули вопрос в отношении того, что если лицо впоследствии было признано недееспособным либо ограниченно дееспособным, то поясню разницу между опекой и попечительством. Соответственно, опека у нас устанавливается над гражданами, которые были признаны недееспособными вследствие психического расстройства, это статья 32 гражданского кодекса, попечительство над гражданами, которые ограничены в дееспособности. При этом напомню, поскольку это достаточно редкие ситуации, и даже мы, адвокаты, в своей практике далеко не всегда сталкиваемся с установлением попечительства, то ограничение дееспособности и установление попечительства у нас допускается в случае, когда у нас лицо является игроманом, то есть у него есть пристрастие к азартным играм, либо злоупотребляет спиртными напитками, наркотиками, и при этом очень важное замечание, такой гражданин ставит свою семью в тизовое материальное положение. То есть если у нас данного мастера нет, то человек, в принципе, может злоупотреблять спиртными напитками, наркотиками, либо быть игроманом, но при этом ограничения дееспособности у него не будет. То есть подчеркивание, что возношение такого гражданина установлено не будет. Привожу, соответственно, ссылки на нормативные акции и также на постановление от пленом Оверховного суда для тех, для кого это вдруг будет интересно в ходе своей практики. Соответственно, если у нас граждане не постеснялись, скажем так, и до затечения сделки провели экспертизу, то это, конечно, всегда очень хорошо. Другое вопрос, что чаще всего мы адвокаты, когда как раз сталкиваемся с реакцией, когда такая экспертиза досудебная, она не проводилась. Но, тем не менее, мы должны знать, что она из себя представляет. Это амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, так называемая экспертиза сделок с способностями. В ходе ее проведения учитываются различные показатели, которые помогают, соответственно, врачу определить, способен ли человек осознавать, контролировать свои действия в момент совершения сделок. Проводится непосредственно, собственно, в день, в проведении сделок. Эти показатели включают как раз. Психические расстройства, их наличие или их отсутствие, эмоциональное состояние леса, которое, собственно, освидетельствуется, то есть оценивается, как его текущее эмоциональное состояние может влиять на способность понимать, контролировать свои действия. Также оцениваются его индивидуально-психологические особенности, такие как логичность мышления, ясность сознания и иные любые другие, которые могут повлиять на принятие им решений. И способность к пониманию характера и последствия своей действий. Если же такая экспертиза перед сделкой не проводилась, то шансы высоки у лица, который желает оскорить эту сделку в суде, на то, что он, собственно, выиграет. При этом, хотела обратить ваше внимание на то, какие виды сделок у нас могут быть оскорены. В ситуации, когда мы ведем речь именно о сделке, связанной с недвижимостью. Соответственно, и входя из судебной практики, различные виды, которые я нашла именно в судебной практике. Понятно, это возмездные сделки, такие как купли-продажи, это невызывательность вопросов. Также у нас есть еще договоры ренты, мены, ипотечный договор, соответственно, брачный договор, который содержит условия о разделе недвижимости. Безвозмездные сделки, помимо также всем понятного дарения, это еще и выдача доверенности на совершение сделки. То есть отдельно в рамках их у нас может быть оскорена выдача доверенности на совершение сделки по данным основаниям. Также выдача согласия супругу на отчуждение доли в совместном наше своем имущество. И достаточно экзотический вид – это подача заявления об отказе от приватизации при оспаривании договора о приватизации. Особняком у нас стоит завещание, потому что точно так же они очень часто оспариваются. Другой вопрос, почему особняком, потому что там помимо применения стандартных норм еще также применяется целый блок, который связан с делами по наследованию, соответственно, по этому особняком. Там еще дополнительный большой блок законодательства. Также у нас на практике при подаче такого иска практически всегда подается ходатайство о запрете ответчику распоряжаться недвижимостью, то есть ходатайство о принятии мер по обеспечению иска. Срок исковой давности по требованию о признании, соответственно, оспаримой сделки недействительный, а как мы помним, у нас эта сделка оспаримая, составляет один год. При этом очень важно, когда начинает течь данный срок, а он начинает течь с момента, когда истец узнал или должен был узнать о тех обстоятельствах, которые являются основанием для признания сделки недействительной. То есть, по сути, если мы говорим о самом гражданине, собственно, это дата заключения сделки. Ну, логично. И, соответственно, всегда возникает много вопросов, потому что приходит попытка сделать этот срок резиновый. И чуть-чуть попозже об этом я еще расскажу. Вот он как раз, по-моему, говорит. Это у нас есть постановление Пленума, я указала, да, 15-го года, которое говорит о том, что применяется, кстати, 200-е гражданского кодекса. То есть у нас в течение срока наступает с момента, когда не просто у нас истец узнал о нарушении, ну, или должен был узнать о нарушении своих прав, но и также узнал, кто является надлежащим ответчиком. То есть, допустим, он говорит, я знаю, что сделку совершили, но с кем не знаю. Договоры, соответственно, я не видел. Родственник мой, если это, допустим, у нас аппетит фунт, да, в отношении своего родственника выдает, говорит там, а тот договор он подберял, и договор мы не видели. Ну, то есть, варианты, возможно, радуются. Что касается завещаний и оспаривания завещаний, то у нас специально есть сравнение по этому вопросу, указано тоже постановление пленума, поскольку в законодательстве нет ничего на эту тему, о том, что наследники тоже вправе обратиться в суд, в том числе, если наследодатель при жизни эту сделку не оспаривал, но при этом срок исковой данность у нас не начинается с момента смерти, а начинается, по сути, на общих основаниях, как если бы у нас наследодатель не умер. Дальше я перейду, знаете, к некоторым аспектам, потому что просто у меня были практические моменты, такие лайфхаки в ходе моих, в ходе того, где я реально участвовала по таким делам в суде, и, соответственно, хотела с вами поделиться именно практическими такими-то советами или просто практическими особенностями таких дел. Значит, в качестве истца у нас по таким делам выступают либо, значит, опекунами или попечителями, понятно, где применимо, это родственники бывшего собственника недвижимости, либо психоневрологические интернаты. То есть это может быть чаще всего, чтобы вы понимали, берут какого-то даже формального родственника, от его имени получают доверенность какие-то ушлые граждане. И вот они, по сути, часто очень даже этот родственник никуда в суд вообще не ходит. Они обрабатывают, собственно, этих родственников, обрабатывают этого истца, который там непонятно, он здесь способен, насколько он в реальности вообще понимает происходящее, убалтывают, забалтывают, так что им все верят, и вот они уже уходят по судам. Вот такие, скажем так, нехорошие товарищи. Другой вопрос, что у нас какие-то предпосылки для оспаривания в любом случае должны быть, то есть если у нас продавец, как я здесь написала, молод, здоровый, полон сил, то шансов, конечно, оспорить нет. То есть если никаких медицинских документов нет, там травм, головы, ничего такого нет, молодой, здоровый, ну, собственно говоря, тут уже невозможно это сделать. Можно ли заранее подстраховаться и проверить, какие заболевания у собственников? Нет, потому что даже если вы захотите, допустим, либо взять, условно говоря, медицинскую доверенность с правом раскрытия врачебной тайны, сходить там в поликлинику и там в ПНД по месту жительства нашего сайта, и мы стоять и мы знакомы с документами, нет никаких гарантий, что он не лежал в какой-нибудь больнице, где ему там диагностировано какое-то заболевание, собственно, которое потом в дальнейшем и будет являться основанием того, что у нас, согласно экспертизе, данное лицо будет признано непонимающим значение своих денег. Соответственно, у нас нет, к сожалению, никакого реестра и пока не будет тотальной централизации, никакого реестра медицинских организаций, куда у нас обращался ПЦН, где мы можем последовательно все их обойти и посмотреть. ПЦН. Соответственно, эти заболевания не обязательно являются психическими, и те, кто занимается данной категорией дел, они должны знать, что у нас применяется международный классификатор болезней, сейчас десятая версия используется, и классификатор под буквой F. То есть если мы говорим о том, что под F, это значит, что у человека какое-то психиатрическое заболевание. Тут пару слов тоже скажу, что по части этого МКБ, последний пересмотр был начат в 2007 году, то есть уже очень давно. Бета-версия была подготовлена к 2012 году, то есть проект, если переводить на наш понятный нам язык. Официально он уже МКБ-11 вступил в силу с 2022 года. Для России переход на МКБ-11 был продлен до 2027 года, но мы, скорее всего, если ситуация не изменится, мы не перейдем к МКБ-11, а так и останемся применять МКБ-10, поскольку приняли решение отказаться от перехода, так как данный классификатор противоречит традиционному организму. Перейдем к тем, скажем так, медицинским основаниям, которые в дальнейшем позволят эксперту принять решение о том, что лицо не было способно понимать значение своих действий или руководить ими. Часто очень это какие-то пограничные ситуации, при которых может быть преклонное возраст человека и много заболеваний по фарфу. И в дальнейшем мы видим в заключениях о том, что у обследуемого лица обнаруживаются, допустим, признаки психического расстройства, органического расстройства личности сосудистого генератора. А основанием для этого могут быть атеросклероз и гемпостоническая болезнь. То есть это болезни, которые, собственно, присутствуют практически у каждого первого человека, который дожил до определенного возраста. Или, допустим, были травмы головы, о чем тоже, естественно, приобретатель может не знать. Или могут быть различные иные генеративные заболевания, например, нейроситилиз, при котором на определенных стадиях человек находится в полном сознании, на определенных стадиях, собственно, действительно у него происходит уже распад личности. Также я находила в судебной практике упоминание о том, что оспаривали сделки лица, которое находилось в алкогольном или наркотическом отделении, находилось в психотравмирующей ситуации или под воздействием гипноза. То есть в вариантах может быть масса. Поэтому результат судебной борьбы у нас заранее неопределен. Если у нас не было экспертизы сделок способностей, то дальше, собственно, даже многое зависит не только от адвоката, а в первую очередь, естественно, от медицинской части. У нас установлено официально на уровне постановления Пленума Верховного Суда 2008 года обязательность назначения судебно-психиатрической экспертизы по данной категории дел. При этом в судебном процессе у нас судья запрашивает в сумме медицинской документации. Понятно, что у нас в этой ситуации уже будет заинтересован сам эстет, ну это опекун, опекун или попечитель, который узнает у своего недееспособного лица, интерес которого он представляет, где именно он может добыть ту самую медицинскую документацию, скажем так, компрометирующую, которая позволит в дальнейшем эксперту сделать соответствующий вывод о невозможности руководить своими действиями. Чаще всего у нас по практике первоначально экспертизу назначают либо в больнице Алексеева, либо в институте, ну в центре сербства. Явка у нас 6 является обязательной, несмотря на то, что этот человек уже, собственно, может быть и действительно не особенно адекватным в момент, по крайней мере, когда он, ну от его имени подано исковое заявление в суд, поскольку, скажем так, были, возможно, действительно какие-то предпосылки в момент совершения сделки, и вот к моменту уже непосредственно рассмотрения дела судом эти проявления усилились, то вот даже действительно лицо, которое не совсем адекватно, все равно их, собственно, приглашает обязательно в суд. Если, кстати, он не является, то это минус для такого иства, потому что мы со стороны, когда ответчик пойдем, обязательно на это указываем. Если же он приходит и рассказывает убедительно, как его научили, о том, что он ничего не соображал в момент, когда он заключал сделки, это все тоже будет отражено у нас в объяснениях, которые он будет давать эксперту, и, соответственно, эксперт будет оценивать его заявление как правдивое. Это вот на практике так. Что делать в судебном процессе, если вы на стороне ответчика, то есть приобретатель имущества. Опять-таки, если вдруг вы на стороне истец, тогда от противного смотрите, что может делать истец и заранее готовиться к этому. Первое – это привлекать в качестве свидетеля того нотариуса, который удостоверил данную сделку. Нотариус может вспомнить, может и не вспомнить, конечно, теоретически если вспомнит, то может пояснить какие-то, если, допустим, были какие-то особенные обстоятельства, то каким образом он убедился в том, что истец действительно понимает, когда ставит свой подпит по данным договорам, что ему все разъяснили, с ним поговорили, там, кто спросили, кто на ответе, то есть каким образом у нас нотариус удостоверил. Понятно, что это все не является обязательным для судей или экспертов, но это дополнительный камушек на ваши весы. Напомню, что у нас нотариальное удостоверение является обязательным в отношении сделки, которые по чуждению долей в праве общей собственности. Есть ряд исключений, они все указаны, я их не буду перечислять. Также у нас договор ориенты подлежит обязательному нотариальному удостоверению, сделки, связанные с распоряжением в недвижимости на условиях опеки, а также по чуждению недвижимости, которая подлежит несовершеннолетнему либо лицу, который признан ограниченной дееспособностью, брали договор, доверенность, согласие от супруга, случаи, когда заявления и документы на госрегистрацию направлены были в Росреестр почтой, и случаи, когда у нас крайне редкие, я с таким общением на практике не сказала, у нас стороны заранее посмотрели особым соглашением сторон, что они в обязательном материальном порядке именно пойдут. Чаще всего просто идут. Никакого особенного соглашения никто не заключает, просто договариваются, что мы пойдем искать. Соответственно, что делать в судебном процессе, часть вторая. Со стороны ответчика вам необходимо разыскать лечащего врача, который занимался вашим контрагентом, то есть пациентом. Поговорить с ним. Во-первых, он должен его вспомнить, посмотреть его медкарту, вспомнить тот период. И если вдруг лечащий врач уверенно заявляет, что при данном заболевании и в тот период времени ваш пациент был абсолютно дееспособен, он понимал значение своих действий, он, допустим, ко мне на прием пришел накануне, пять дней спустя, к вашей сделке, условно говоря. Потому что на практике такое есть. Мы это прямо реально делали. И тогда вы договариваетесь с лечащим врачом, чтобы вы, понятно, покроете его фактические затраты на то, что он, допустим, возьмет какой-то отгул на работе. Ну, отблагодарите за это, потому что иначе понятно, что врач просто не поверит. Соответственно, вы его вызываете в дефицитенном заседании до назначения стома в картизе. Потому что потом будет поздно, потому что его показания, положенные в протокол, будет читать эксперт. И вот от того, насколько лечащий врач подробно в ходе допроса объяснит, почему именно при данной стадии заболевания то лицо понимало значение своих действий и могло распределить имя, это очень важно. Соответственно, после того, как вы допросили лечащего врача, если это произошло, то дальше ваша работа переходит к работе с протоколом судебного заседания. Потому что мало допросить врача, надо еще, чтобы его показания, которые он реально дал в суде, были правильно отражены в протоколе, чтобы эксперт мог с ними ознакомиться в полном объеме. Поэтому вы не откладываете лечащего в том же самом заседании, в котором вы допросили данного врача. Сразу после заседания вы подаете через приемную суда заявление о выдаче вам протокола. В течение трех дней вы самостоятельно делаете стенограмму его показаний. Ну, собственно, не только его показания, а вообще всего того, что было на заседании. Готовите свой вариант протокола судебного заседания. Заодно вы готовите сразу замечания на протокол судебного заседания, по сути, идентичные. Ну, понятно, что шапка там будет другая, но тем не менее. Вы приходите к помощнику судей, приносите ему флешку. Соответственно, он может два варианта – взять, не взять. Он может быть даже если возьмет, а потом сделает со всеми тот протокол, который вы ему принесли. Поэтому, если он не берешь, то вы в любом случае сразу идете так же и ваши готовые замечания на протокол даете. Вам уже не важно, что он там напишет. У вас главное, чтобы ваши эти замечания и дикт прикладываете тоже с аудиозапись, которую вы видите. Ну, я думаю, что святое уже все научное, что мы все пишем аудиозаписи в ходе момента, чтобы нас не вызвали. Заходим, чтобы у нас уже была включена аудиозапись. Когда нас вызывает процесс, первое, что мы делаем, это мы не торопимся собирать свои вещи и зайти в зал, а сначала мы включаем аудиозапись, потом мы собираем наши там портфели, заходим в зал и дальше уже процедура пошла. Соответственно, вы подали замечание на протокол. Если же у вас помощник взял вашу флешку, но тоже вы не знаете результат, какой протокол он в итоге напишет, он у вас может быть взял и дальше, собственно, ничего не произошло. Написал протокол в своем свой. А вам важно, чтобы не лишь бы какой протокол попал к эксперту, а точно отражающий то, что говорил лечащий брат. На этот случай подстраховывайтесь, ждете три дня, приходите, говорите, а подписанный протокол есть, и вот если его нет, то тогда, условно говоря, через три дня вы сдаете свои замечания на протокол. И понятно, вы сдали замечание на протокол на втором экземпляре, который остается в 2 ВА, должна быть отметка принятия. Это уже нужно для апелляции. Дальше, в момент, когда проводится собственно экспертиза, вы не ждете, а вы ищите себе специалистов, ну или заранее у вас допустим, есть такие специалисты, и вы просто обращались к ним, тем, чтобы этот специалист подготовил заключение, так называемую рецензию. Ну, я уже говорила на предыдущих лекциях о том, что этот термин, с одной стороны, достаточно такой неформальный, а с другой стороны, мы его встречаем на уровне судебной практики вплоть до верховного суда. То есть у нас в законодательстве такого понятия нет, но в судебной практике такого понятия есть. Соответственно, этот эксперт у нас должен заранее составить проект рецензии, потому что может быть такое, что вам позвонили и сказали, у нас уже заключение пришло, оно у нас будет рассмотрено там такого числа у нас заседания, а специалист, допустим, у вас не может по какой-то причине дальше, он там, может быть, заболел, или что-нибудь, у него какие-то срочные дела, или у него там командировка, или все что угодно, там отпуск, и ему нет за двумя заниматься. И вот для того, чтобы не было таких накладок, то, конечно, в идеале всегда следят заранее, то есть проект должен быть готов заранее основной. Что писать в проекте? Все очень просто, потому что когда меня специалисты спрашивают, о чем мы будем писать, если, собственно, мы не видели еще само заключение, то на практике чаще всего заключение, оно, заключение экспертное, оно приходит немотивированное, то есть там очень большая вся писательная часть, где будет подробно сложено в стиле копипейст или обстоятельства дела, то, что сказал, медицинская документация какая-то поступила. Дальше исследовательская часть, где должны быть подробные выводы, наоборот, не выводы, а подробное исследование того, каким образом проводил свою работу, собственно, эксперт, у нас чаще всего очень маленькие. Ну и дальше выводы. Понятно, что выводы, мы заранее прогнозируем, что выводы нас не устраивают, иначе, если они нас устраивают, то, собственно, дальше работать особо не надо, у нас все хорошо. Соответственно, мы исходим из того, что у нас экспертиза не мотивирована, и поэтому у нас репендент пишет исходя из этого. То есть, по сути, он как бы отписывает, как бы он написал заключение, если бы он был судебным экспертом. Дальше, когда уже он видит, собственно, финальный вариант заключения эксперта, который к нему поступил, то понятно, что он там допишет что-то, допустим, если он видит, что какая-то в исследовательской части допущена ошибка, то он также пишет, в чем она была допущена, то есть разбивает. И дополнительно то, что я всегда прошу, это нам нужно, собственно, больше адвокатам формально, для того, чтобы нам назначили повторную экспертизу. Это, чтобы мне такой рекомендант, что написал в рецензии, что необходимо было привлечь еще дополнительно врачей и специалистов таких, допустим, по основному заболеванию, которые не являются психиатрическими. Соответственно, вы также со своей стороны делаете это мотивированное ходатайство на значение повторной экспертизы. В нем вы кратко и после чего отражаете все доводы, которые изложены в рецензии в части критики. Потому что мы исходим от того, что судья, может быть, допущение специалиста не читает, но ваше ходатайство, она в любом случае прочитается. Поэтому выжимку мы, в том числе, туда отвечаем. И чаще всего срабатывает вариант, когда вы именно просите повторную комиссионную экспертизу. Если вы просто напишите, что с выводами судебного эксперта вы не согласны, рецензент не согласен, то я скажу, ну понятно, что вы не согласны, у вас правая позиция другая. Но оснований для назначения повторной экспертизы я все-таки не вижу. А вот по формальным основаниям, потому что не была проведена именно комиссионная судебная экспертиза, тут не поспоришь. Дальше, будьте готовы к тому, что у нас истерк со своей стороны приведет суд для допроса того судебного эксперта, который составлял заключение. Поскольку вас никто об этом не будет уведомлять, вам надо заранее поставить перечень вопросов для того, чтобы вы могли формулировать нестерию, что я и так понимаю, что ты написал какую-то ерунду там, для того, чтобы получить те ответы, которые вам помогут. То есть это такое уже ювелирное искусство. Не надо задавать те вопросы, на которые он ответит не в вашу пользу. Это бессмысленная трата времени и усилий. Вы просто будете раздражать, собственно, всех. Судья будет показывать, как ли вкусно и неинтересно в вашем процессе. А если идет действительно такая юридическая битва, то тут уже на практике и судьи сразу такие, да вы что, им прям интересно, вот такой вот прям большой теннис, скажем так, когда мяч отбивается. Но также будьте готовы к тому, что эксперт, который придет, поскольку они все в основном, ну это статус уже, да, эксперт, и они привыкли к тому, что я эксперт. Вот я так вижу, я эксперт. Вот я так считаю, что при таком заболевании такие последствия, способность понимать значение своих действий и руководить им. и вот я, вот это мое экспертное мнение, и что вы с ним будете делать, да, ведь эксперт здесь я. То есть не надо вот относиться к тому, что и какие мне вопросы теперь задавать. Надо быть готовы к такой ситуации, к ситуации, когда ваш противник просто уходишь, парень-партнер уходит от диалога и не отвечает, поэтому задаете ему другие вопросы. Также, следующий момент, что можно сделать, это допросить своего специалиста, ну или рецензента, да, как мы его называем, в суде. Опять-таки, исходя из того, что то заключение рецензии, которое вы принесете, судья может даже не читать, потому что оно может быть для судей, во-первых, объемно услышным, выводы судей и так понятно, что вы просто не согласны с заключением эксперта, потому что иначе бы вы не принесли это заключение рецензии. А, собственно говоря, спорить с тем, что там в исследовательской части написано, судье бессмысленно, потому что она не является специалистом в психиатрии, в психологии, поэтому ей это абсолютно не интересно, но если вы приведете интересного специалиста, которого допросите так, чтобы он, что называется, на пальцах донесся до судьи ключевые аспекты, на понятном для судей языке, то шансы на то, что судья действительно проникнется и в дальнейшем очень внимательно на эту рецензию почитает, допустим, направит дело также на повторную экспертизу, они сразу резко возрастают. Соответственно, у нас переходим к вопросу, когда у нас имеется вариант передачи недвижимости новому приобретателю, добросовестному, то есть это очень частый вопрос на практике, когда у нас ответчик говорит, а если мы сейчас быстренько эту любую недвижимость свою перепишем на другое, третье лицо. Этот вариант не сработает при оспаривании дел по данному охрану, именно потому, что у нас есть всё-таки указание как в законе, так и в судебной практике на уровне постановления пленума о том, что у добросовестного приобретателя можно истребовать имущество, если имущество выбыло из владения собственника либо владельца, помимо их воли, а у нас здесь имеется отсылка на постановление соответственно пленумного суда, с которого я начала, о том, что при данной сделке имеется у нас вкладывается всё в единую картину, что помимо воли выбыло данное имущество, поэтому можно истребовать, в том числе, и у добросовестного приобретателя. И, соответственно, по-моему, это уже практически последний, да, последний слайд. Завершаю. Очень интересный момент, который тоже я нашла в судебной практике. У меня в моей практике такого не было, но вот я его нашла. часть возврата уплаченных денежных средств при возмездных сделках. То есть, при двусторонней реституции не всегда имеет место возврат денежных средств. У нас, если оплата производилась по расписке, которая написана была собственником имущества, и судом было признано, да, и по экспертизе было признано, что, соответственно, в момент совершения этой сделки у нас это лицо не могло понимать значение своих действий руководителей. В таком же состоянии оно ведь писало и эту расписку. И вот, получается, что, на самом деле, деньги-то, может быть, фактически, они и были переданы, да, с чего бы человек расписку расписал. А суд потом в решении укажет, ну, я, конечно, здесь написала не только бытовыми такими словами, мало ли, что он там написал, что получил деньги, но, по сути, когда я читала какую-то судебную практику, вывод был именно такой. То есть, деньги он, может быть, и не получал, при том, что там была оппозиция истца, очень интересно, что сначала подали заявление от имени этого истца, как раз вот эти самые таинственные представители, потом пришел сам истец, там, истец, пришла в суд и написала заявление об отказе от исток, и наручных, и написала, что деньги она получила. После этого она больше в суде не появлялась, а представители по доверенности отозвали ее заявление об отказе от исток, оно еще не было рассмотрено судом. И дело в итоге вот дошло до финала, когда эти исковые требования были выявлены. Квартиру ей вернули, а денежные средства с нее не взыскали. Вот это было, конечно, впечатляюще. Я прям читала, как забороженная. Так что двусторонняя институция тоже не всегда помогает. Соответственно, если в этой части надо подстраховаться, единственный способ это только перечисление любыми безналичными, там, платежными поручениями по аккредитиву, как угодно, когда можно доказать не передачу наличных денежных средств, не какую там расписку лица, а какими-то объективными данными. У меня все. Спасибо вам. Спасибо большое. У меня был похожий случай, даже не до конца, доведен не по моей воле. В 2019 году человек заключает договор с банками под заводной движимости. Какой-то промежуток времени платит, платит, потом перестает платить в 2016 году, соответственно, банк подает заявление и по мировому соглашению. Человек, если не платит, по сути, ставил фактическую цену продажи. Соответственно, человек опять начинает платить какое-то время, потом попадает в Кащенко, где ему ставят предварительный диагноз шизотемия. Какие-то перипетии с банком долгое время, опять же, это происходит. В 2021 году банк это все надоело, он реализовал это все с торговой квартиры. Соответственно, человек опять попадает в сетушку, в Кащенко опять ему шизотемия продажи диагноз. Мы в 2022 году проводим незамеченную экспертизу. А вы на чьей стране? Два стране месяца. Проводим экспертизу. Вам экспертиза говорит, что не судебная. Обычная досудебная. Экспертиза говорит, мы не можем определить, был ли он способен, отдавал отчет свои регистры в момент заключения сделки кредитного договора в 2013 году, потому что все медицинские документы датируются в 2016 году. Да, такое может быть. Называется НПВ, не представляется возможным задать. Соответственно, мама сказала, я не хочу, не способен призвать, поэтому отстаньте, все, мы ничего не хотим, квартира, ладно, бог с ней, какие-то деньги вернули. Как с точки зрения здесь будет идти срок исковой давности течь, и, соответственно, можно ли вот этот день 2015 года было признать недействительным? Ну, если бы были основания, да, если бы, положим, вы бы обратились к специалисту, и специалист бы вам дал положительное заключение, что у него, да, были какие-то на тот момент заболевания, вот вы и доказываете с момента, когда вы узнали, или должны были узнать. У нас в 22-м году получена экспертиза, у нас промежуток премии очень большой, 13-й, потом 16-й, 21-й, то есть 16-й кощунка, больница имени Алексеева, 21-й, больница имени Алексеева, 22-й, мы только получаем у эксперту заключение, что он не может дать оценку действиям на 13-й день. Вот, в момент, как раз, когда я и говорила, да, что у нас срок исковой давности пытаются сделать резиновым, то есть дальше у нас приходят и говорят, подождите, давайте мы будем считать из срок исковой давности, во-первых, самая ранняя, с момента, когда мы стали опекунами, вот допустим. Сначала нужно было опекунами, а куда назначить, или это все в процессе на данном моменте делали? Сейчас объясню, почему опекунами. Опекунами стали, потому что было вынесено решение о признании человека негде способны. Это же надо по сути делать, правильно? То есть до этого у родственников не было основания считать его, допустим, лицом, которое не способно понимать значение своих действий, с водителем. То есть тем казалось, что ну нормально. То есть к нему приходишь, привет, как дела? Все нормально. А больше они не общались. Соответственно, у них не было никаких оснований считать, что что-то не так. Вот они придут, вот так вот судье на пальцах объяснят. Дальше, соответственно, говорят, вы знаете, а потом внезапно мы обратили внимание, что с ним что-то не так. Пошли, собственно говоря, вот какие-то обстоятельства, которые они рассказывают, почему они обратились в суд, с тем, чтобы его признать на действительность тоже не сбухты барахта. Соответственно, признали его медиспособным нанести там, да. Соответственно, признали, получили, соответственно, в органе опеки то, что они стали, именно вот это вот лицо стало опекуном, да. Дальше, допустим, они также пишут, а вот смотрите, мы потом с ним поговорили, получили медицинские документы уже от, как опекуны, да, мы там, поговорили, вам рассказали, в каких медицинских там, учреждениях, ну, то есть, что-то, что являлось основанием потом в дальнейшем, для вашего же эксперта написать такое заключение. Мы туда обратились, диагноз вот этот вот, мы узнали, и вот, по сути, с этого вот момента диагноза у нас, вот. То есть, фактически, с момента вынесения решения судового, не обращение опекуна. Вот. Так я и говорю, если вы со стороны, со стороны такого пациента, да, то дальше, если у вас строг вот такой сильный на грани, то вы говорите, нет, подождите, мы узнали, или должны были узнать, когда, мы же не знали, может быть, само по себе заболевание является таким, при котором он все равно является, собственно говоря, в состоянии понимать значение своих действий. Мы обратились к специалисту, поскольку сами мы не обладаем соответствующими познаниями. И вот момент, когда нам специалист уже выдал это официальное заключение, вот тогда мы узнали. То есть, вот это, вот я говорю, это все такое резиновое. Да. Если, кстати, с другой стороны, вы начинаете контрдоводы, почему они там знали. Спасибо. Тут вопрос был в двух частях. Вторая часть вопроса была, что на момент совершения сделки он еще не наблюдался. Не наблюдался. Я довольно часто пытался каким-то образом с экспертами установить возможности ретроспективно определить течение болезни и сказать, что при таком диагнозе в июне сделка, совершенная по полгода назад, в январе, не могла быть совершена им в нормальном состоянии. То есть, может ли эксперт сказать, заболевание сейчас в такой стадии, что и полгода назад он был такими же, что течение болезни не позволяет. Но эксперт отказывается. Никогда не отвечает. Никогда не отвечает. То есть, если медицинских документов на дату близкую к совершению сделки нет, то ответ экспертов будет отрицательнее для такого лица. Постоянно. Я могу сказать, что судебная практика, которая была очень давно, лет 20 назад, когда я начинала, у меня были тогда заключения, от которых я просто теряла дар речи. Потому что заключение было такое, что вот, условно говоря, мы берем, у нас сделка была 1 января. Аксперт совершенно спокойно напишет. До 1 января мог понимать значение своих действий. 1 января не мог, 2 января мог. И дальше думаешь. Ну, 1 января нет. Я не понял. Объективно. Объективно. По неудачным примерам. Если нет медицинских документов, точно нет. Если есть медицинские документы позднее, с просьбой определить течение болезни назад, да, ее отмотать. Они говорят, ну, так вот между делом, между собой, да. Ну, возможно, но я в экспертизе такое не думаю. Тут еще такой, смотрите, момент. У нас очень активно внедряется, по крайней мере, именно в медицинскую практику, клинические рекомендации. Раньше было как? Если ты идешь в суд по любому медицинскому делу, то ссылаться на некачественное оказание медицинской помощи, ты мог, допустим, приводя учебники, монографии по лечению данного заболевания. Причем в одном учебнике могло быть одно, у нас не сна, а в другом другое. То есть не было единого подхода. Но с другой стороны, если говорить вообще абстрактно, может быть, что медицина была не хуже, потому что действительно, если мы думаем о том, что, собственно, у нас врач искренне хочет помочь пациенту, то он может применять те методы, которые для него являются результативными. И слава Богу, да, он его спас, и все хорошо. А не слепо по стандарту следовал клиническим рекомендациям, а в итоге, ну, все получилось. А как бы мы-то все разные, соответственно, получится, может быть, не очень хорошо. Но зато по стандарту. Так вот, поскольку практика применения клинических рекомендаций, она по времени, на самом деле, еще очень маленькая, то мы должны примерно так забыть очень многое из того, что было раньше. Потому что сейчас мы будем жить в новой реальности. Я не удивлюсь, если дальше у нас будут клинические рекомендации, в том числе, по лечению психических, психиатрических заболеваний. И вот тогда у нас специалисты, эксперты смогут, опираясь на эти клинические рекомендации, как раз и в том числе и ретроцептивно, давать такие заключения, если точно будет не показано. При таком виде заболевания, если у нас сейчас стадия, допустим, вот такая, по клинической картине, то у нас это заболевание проходит в обязательном порядке, такие-то там стадии. И, соответственно, тогда-то оно, может быть, могло начаться. Но тут я тоже хочу сказать, что клинические рекомендации, это не так, что там написано прямо, если А, то Б. И там есть уровни достоверности, уровни убедительности. И мы смотрим, то есть, допустим, идет конкретно анализ кроли при каком-нибудь заболевании, указывает уровень достоверности. То есть что у нас покажет анализ кроли при данном заболевании? А, Б, С, допустим. А, он всегда будет достоверный, С, он будет недостоверный для данного, ну, общий анализ кроли. Он может для какого-то заболевания вообще будет, ну, такой, недостоверный, он ни о чем говорит. Соответственно, будет стоять в гре. Так вот, точно так же, что у нас могут быть уровни достоверности в отношении стадий заболевания, когда эксперт может сказать, у нас прям в большой степени вероятности данное заболевание уже имело место быть или в меньшей степени, или совсем в маленькой степени вероятности того, что в интересующий нас юридически значимый период такое заболевание влияло на способность человека понимать на чей стадий. Да вот, слушай, течение болезни же на всех раз по разам проходит, поэтому есть комиссия, которые не говорят про свое время без документов. Ну, сам продавец же может поставить вопрос о своем уменьшении или нет? Кто? Сам продавец. Конечно. Более того, я вам хочу сказать, что… Это хороший бизнес. Да, я поэтому скажу, то есть… А ты разова квартира. Через полгода она приходит, ты говоришь, что я… Совершенно, будучи недееспособной, может в заседание все приходить, давать судье все комментарии, то есть вы этому тоже не удивляетесь, когда на практике вот этот недееспособный приходит, совершенно спокойно дает себе объяснение суду по существу и говорит, да, я вот сейчас могу, соответственно, дать все пояснения, а вот тогда ничего не понимал. И как это оценивается? Нормально. Судьи совершенно спокойно… Есть заключение. Да, пояснился на ворсне. Стало легче еще. Он мне все пояснил. Я выслушала еще не… Не только какого-то представителя выслушала, а, собственно, то лицо, которое у нас было собственником недвижимости. Очень хорошо реагирует судья. Это такой тоже вот из разряда сура. Ну, то есть надо к этому быть готовым, что он придет, как будет давать судьбу. Например, что в Африне, она, кстати, это тоже, как раз, когда у меня были стадии ремиссии, тогда у меня ему нормально. Ну, поэтому… есть другие доказательства. Показания свидетелей и другие доказательства. Потому что если человек с соответствующим диагнозом и свидетели говорят, что он в трусах бегал зимой по улице, ну, в общем-то, тогда все сходится. А если показания свидетелей… Нет, ну, я имею в виду… Он не спортом занимался… 1 января. 1 января, да. Вот. А если показания свидетелей не вяжутся с тем, что, в общем-то, экспертиза… Да, конечно, я могу… Даже экспертиза может вспомниться, на самом деле, в заключении эксперта. И еще хотела сказать, что на практике так же бывает, что у нас ответчики знают неплохо этого исца. То есть такая у нас действительность, что, допустим, этот человек действительно страдает какими-то заболеваниями. Ну, он в любом случае… Да, вот я уже ранее объясняла, он каким-то заболеванием, безусловно, страдает. И каким-то образом, допустим, люди, эти, зная бедственное положение этого лица, они ему там помогают. То есть его, условно говоря, все бросили, он действительно там больной. Они ему помогают. У меня был случай конкретно, человеку снимали квартиру, покупали продукты, то есть прям есть все чеки. Другой вопрос, что мы их даже не стали приобщать, потому что нет смысла. В рамках данного дела это… Сказать, что они были хорошие, замечательно, но на исход дела это не влияет никак. Но, тем не менее, то есть у них все это оплачивалось электронно, поэтому было видно, что у них там каждые два-три дня они оплачивались электронно с доставкой по его адресу. официальные был договоры, соответственно, потому что он хотел жить в определенном районе, где он там привык, не в своей квартире. Ну, там люди были достаточно небедные, они пошли ему навстречу. И потом появились вот эти родственники, которые его бросили. И когда они узнали, что эту квартиру… Там была безвозмездная сделка какая, я уже не помню, допустим, рента или там дарение. И вот когда они узнали насчет этой безвозмездной сделки, они, соответственно, пошли войной. Сразу взяли его в оборот. Как родственники они его выкрали вначале, поместили в закрытый психоневрологический интернат свой. Так что у нас даже эти граждане, у них доверенность была, что они туда не могли прорваться вообще никак. То есть его просто закрыли, сказали, даже в оборот они не заходят. В этом мы увидели. Его там обрабатывали очень хорошо, и он оттуда вышел с ненавистью к этим людям. То есть у нас в силу внушения нельзя абсолютно сбрасывать со счетов. Это работает в отношении всех пожилых, больных и легко внушаемых людей, которые… Ну, здоровых все-таки в меньшей степени. Соответственно, всегда старайтесь, конечно, если речь касается своих близких знакомых, они могут просто не допускать их в круг общения, где они могут попасть под влияние вот таких вот людей. Иначе вы просто не заметите, как за вашей спиной, да, будете как это, как слепой, который не видит, что у него под носом тут творится. Внезапно обнаружите, что какая-нибудь там тетушка, бабушка, какая-нибудь новая жена вашего дедушки, внезапно у нее вот так вот обострилось какое-то, скажем так, психическое ее скрытое заболевание, и она, соответственно, уже удивляется вашим врагом и начинает семью вашу разрушать. Любите своих толстых. – Ну… – Следите, да? – Ну, все. – Ну, все, оформляйте для себя. – Ну, тут еще вопрос, не поедет ли у вас крыша? – Да, я все подборки. – Тем самым слабым звеном… Спасибо большое, Екатерина Евгеньевна.